Эти ворота всегда раскрыты настиж. Для тех, кто оставил свой дом и убежал от войны. Всего-то и надо зайти, рассказать о себе и получить помощь. Это регистрация. Это первое место, куда попадают люди, которые приходят к нам за помощью. Леся Литвинова – волонтер. Этот центр, ее детище, пожалуй, самая эффективная на Украине система помощи беженцам. Это сортировка. Существуем мы в основном за счет того, что принесли всякие разные добрые люди. Это заносится сюда и здесь уже разбирается по категориям, что это. Леся и ее соратники сделали невероятное. В одном месте сосредоточили желание всей страны помочь своим согражданам. За неполных два года они свернули горы – одежды, продуктов, медикаментов. Около 50 тысяч обращений, сотни тысяч судеб. Сейчас у нас тихо и спокойно, а прошлой зимой очередь стояла на всю улицу. С пяти утра люди занимали очередь. Сегодня здесь, в центре Киева, вырос целый волонтерский городок. Одни добрые люди предоставили место, другие помогли со строительством. Третьи подарили детскую площадку. Летом здесь проходит что-то вроде детского лагеря. Мы не можем его официально назвать лагерем. Димон, ты опять бардака устроил? Я? Нет, я! Димон чей? Димон одного из наших волонтеров. Димон у нас тоже луганский. И мамы Димона, и те, кто приходят сюда за помощью, сторонятся камеры. У каждого на то своя причина. Зато Димон с удовольствием показывает дом, что сам построил. Вместо луганского. Я еще тут огородил, чтобы вход был, стены, стены и вход. Жизнь Леси Литвиновой, режиссера-документалиста по профессии, круто изменилась два года назад. Сначала был Майдан с его первой кровью и ранеными, которых она, мать троих детей, беременная четвертым, выхаживала прямо в своей киевской двушке. Это травмат. Вот это вот просто с первого раненого, которого мы привезли мне домой, он мне так на счастье подарил. А потом началась война, последствия которой Леся видит каждый день вот уже два года. Я искренне считаю, что если бы после Майдана у нас была возможность достраивать страну, а не бежать, спасать ее, мы бы немножечко сейчас по-другому жили. Но сейчас они живут в реальности, которая шлет им все новых беженцев. И никто не знает, когда это кончится. Вопрос, наверное, не в том, что мы не захотим этим заниматься, а вопрос в том, что да, действительно, в определенный момент наша помощь не понадобится. Это ура! А когда такое случится, то она, наконец, встанет по другую сторону камеры и займется своим любимым делом – будет снимать кино. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время.